Друзья, Московский Союз Садоводов готовит серию познавательных материалов о том, чем можно украсить обычный городской двор. Итак, начнем с апреля. Что бы такого посадить, чтобы в апреле уже мы могли насладиться цветами? Я выбрал два растения. Мир эфемероидов, то есть цветов, которые распускаются сразу же после схода снега, достаточно обширен. Но прориско-сибирская лисцилла – один из самых неприхотливых и беспроблемных ранневесенних цветов. Это луковичное, а если быть точнее, мелколуковичное растение. Оно декоративно в зависимости от погоды почти месяц. Сначала листочки появляются, потом бутончики голубенькие, потом распускаются. Затем на сцилле образуются такие вот коробочки с семенами. Кстати, размножается отлично и луковицами, которые можно отсаживать, и семенами. Семенами, как правило, это вообще самосевом. Она так вот расползается в разные стороны. Чем сцилла хороша? Да ее можно сажать под кронами деревьев, в тех местах, где из-за тени не будет расти даже газон. Потому что сцилла цветает и заканчивает вегетацию до того, как массово распустятся листочки на деревьях. Ухода за Пролейской Сибирской практически никакого. Чаще всего ее не поливают и не подкармливают. Вот растет она такой вот полянкой где-то у вас во дворе и радует весной жителей. Ну, конечно, рано весной по ней не топтаться, не копать. Пусть она накопит пластические вещества за короткую раннюю весну. А после того, как у сциллы пожелтеют листочки, можно на это место смело высаживать какие-то другие растения. Конечно, повторюсь, не перекапывая, но если будут попадаться луковицы, можете их либо отсаживать куда-то, либо подарить своим друзьям из соседнего двора. Чистяк весенний или лютик весенний – замечательное растение, которое украсит вашу придомовую территорию. Даже там, где сильная тень, даже там, где практически ничего другое не будет расти. Вот такой вот прекрасный ковер и замечательные желтые, вернее, золотые цветы. Еще частяк называют лютик весенний или жабник. Ну, мне, честно говоря, нравится больше все-таки лютик. Лютик весенний – очень романтично. В отличие от сциллы, это корневичное растение. То есть там не луковки, как у сциллы, а такие утолщенные корешочки, которые как раз и запасают питательные вещества. Размножается лютик весенний исключительно вегетативно. Берете устрой лопаткой, отрезаете такую дернинку, куртинку вместе с корешочками и пересаживаете в нужное место. А дальше он уже будет сам распространяться в разные стороны. Кстати, сделать это можно и сейчас, вот во время цветения. Можно попозже, можно пораньше. То есть что-что, а рассаживается частяк очень-очень легко. Кстати, семян он практически не образует, поэтому, как я уже сказал, только вегетативное размножение. Ухода за ним, как из асциллы, никакого. Растет сам по себе, закрывает землю, а отличный почвопокровничек. Плюс частяк – один из немногих ранневесенних нектароносов. А еще это растение может предсказывать погоду, потому что лепесточки перед дождем или заморозками у лютика весеннего закрываются.